Привет, друзья! Мы продолжаем проходить растение против зомби 2, международная версия. И сегодня мы, наверное, ещё займёмся этим квестиком. Эпик квест, да? Вот этот вот электрикал бугало растение. Не сказать, что бы супер-пупер, но сойдёт. Попробуем его взять. Ну и, может быть, ещё поиграем в каком-то из миров. Не знаю, посмотрим. Хотелось бы поиграть, наверное, всё-таки в юрском периоде, потому что там есть подсолнух, который было бы неплохо забрать. Но до него топать и топать. Может быть, поиграем где-то ещё. Не знаю, всё это мы посмотрим чуть позже. Итак, у нас третий шаг. Поехали! Итак, друзья, здесь основная проблема у нас в Мерлинах, которые будут наше растение превращать в овец. Я не знаю, может быть, их сделали живучими такими, но они здесь живучие. Их довольно сложно убрать. Мне кажется, об этом обман, потому что Мерлины не должны быть такими живучими, как здесь. Хотя, может, они и действительно такие же лучи. Не знаю. Здесь периодически будет включаться музыка, и это будет означать, что зомби не будут реагировать. На что они тупо будут идти и всё сбивать. А вот, что это будет означать. Нам уже дают тимьяновые искажения, для того, чтобы на моём случае чего применили. И да, нам подкидывают ещё сельярей. А, пусть съедают. Не так страшно. Важно их по максимуму завалить. Тимьяночку нам дали. М�, ху-ху-ху. Так. Бpace. И. М�. А. Отправляем всех в начало, появились эти Мэрлины. Вот этот Мэрлин, его обязательно надо завалить, первое и второе, иначе проблемы уже довольно серьезные. И опять же нам Тимьяночку тут подбрасывают. Тимьяночку тут подбрасывают. Тимьяночку тут подбрасывают. У нас остаются всего лишь три конечно, всего лишь три. А вот эти вот наши растения. И нам надо максимально попытаться их использовать хорошо. Ну в принципе что мы и сделали. Даже еще один плент остался. Ну я обращаю ваше внимание, друзья, что Грагантюа тоже быстро идут, когда играет музыка. Основная проблема была в Мэрлинах, их надо было быстро убрать, потому что так бы растения стояли бы овцами, и в общем мы очень медленно бы убирали этих зомби. Но вот надо было короче их убрать. И стоило когда появляется Грагантюа сразу слить все пленты. Я честно говоря хотел их перекинуть на начало потом уже, но я смотрю что музыка без конца без края идет. И постоянно бегут эти Грагантюа, поэтому пришлось сразу так действовать. Так, завершили мы еще один шажок. Квостов тут больше никаких я не вижу. До этого я немножко попроходил. И теперь можем поиграть вот как раз. Открылся юрский период. Давайте здесь поиграем до ивента. Вот этих два дня попробуем взять. Ну или один там как получится, да. Четырнадцатый день там особые условия. Давайте смотреть что там. Надо выживать с имеющимся набором растений. Подобные уровни одни из самых сложных. Ну, наверное даже самые сложные. Вот, нам дают какие-то вот растения и с ними надо выживать. Проблема здесь очевидная, друзья. Это кулдаун вот этого грейпшота платного. Нам показывают насколько он крут. И заодно показывают, что он такой сильный и все дела. Нам конечно же будет не хватать солнца. Потому что у нас кроме вот этого гриба больше ничего нет. Мы никак не можем влиять на это дело. Ну, тут на самом деле надо знать что будет, друзья. Вот если знать что будет, становится немножко легче. И мы reductionsingly на kommen. А чем ла у честь или они не такие интциональными шансами? Вот это же как это там д prev specific шансов. Так короче Эйли. Позв deficit бен page. Ну following everyone! Может быть как мы можем изцепить baseball? А чем в 담 inteiro что нет, мы можем снять D&D с его перер assistance. В кавычках. Так, убежал раптор. Ладно, мы сэкономили все равно. Даже если он убежал. Не сильно, но сэкономили. Здесь остается только накапливать солнце, ожидать. Вот еще один прибежал. Раптор. Приближается большая волна, но у нас тут три динозавра переманены на нашу сторону. Сейчас его раптор, наверное, выкинет. Сейчас он смотрит от этого григантью. Да, может и не выкинет. Что-то там пытается. В общем, здесь надо успеть переманить вот этих рапторов. Конечно же, без вот этого грейпшота будет сложно что-либо сделать. Давайте, ладно, сейчас выкопаем. Пойдет вот этот чувак. И его раптор-то выкинет. Так, костюм на стену орех из будущего. Ну и идем дальше. Надо защитить стену ореха вот эту вот. Как же мы будем ее защищать? Тут будут динозаврики. И птеродактиль тоже, вот смотрите-ка, буду дэм. Так. Конечно, нам вот это понадобится. Так, ну и вот это давайте возьмем. Ну, стандартный, да, такой наборчик в кавычках. Если птеродактилей будет слишком много, то это может стать проблемой. Тогда мы потеряем все. Но если их будет не так много, то, в общем-то, и ничего. Здесь я, конечно. Так. Ну, я думаю. Так. Ну, я могу. Ну, я думаю. Ну, я думаю. Ну, я думаю. Ну, что-то, я думаю. Переманиваем чувака. Переманиваем его. А, да, его мы тоже переманиваем. Почему я, в принципе, так, да, переманиваю? Потому что у меня есть плэд, в случае чего, если появится там, теродактиль, в принципе, пусть он появляется. Проблемы здесь быть не должно. Так, надо восстановить мангольд сверху. Или вот так вот сделать. Вот идет чувак. Его мы тоже переманиваем, конечно же. Ох ты, надо же как. Ха-ха-ха. Да. Раз они успели, да? Он раз к нам его и закинул. Да, друзья, такое тоже бывает. Удивляться тут нечего. А где теродактиль-то? Что-то не вижу я их. Сейчас они появятся. Ну, конечно, вот они. Причем их сразу два, да? Переманиваем их обоих. Потому что иначе они тут нам сейчас дело что понаделают. Переманим. Че, вот он его не утаскивает, а, пиродактиль, вот там он стоит, а Гаргантю, он не утаскивает, мог бы и утащить. Гаргантю, он не утаскивает, мог бы и утащить. Так, и мы что-то открыли, да? Я не утаскиваю, я не утаскиваю. Так, какой-то там метеорит, друзья, мы открыли. И до подсолнуха буквально два дня остаются. Я думаю, что мы это уже в следующей серии продолжим, посмотрим, что там за ивент. Помнится, он здесь такой непростенький был. Ну все, друзья, благодарю вас за просмотр, всем удачи и пока, увидимся.